Республика находится практически всю последнюю неделю. Для города Якутска характерно стабильные 27-28 случаев, за последние сутки выявлено 27 случаев. Но необходимо обратить внимание, что единичные случаи от одного до двух случаев появляются в различного рода районах республики. И сегодня по два случая зафиксировано в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, по одному случаю в Мирнинском, Нюрингринском, Татинском и Усиалданских районах. Такое расхождение по единичным случаям в районах говорит об ситуации, при которой в районах некоторых не соблюдаются нормы. И, соответственно, это приводит к возникновению единичных случаев, которые в последующем влекут и соответствующее распространение инфекции в целом по району. В связи с чем установлены указом главы республики Саха-Якутия меры санитарно-эпидемиологического благополучия и меры, направленные на ограничение нераспространения новой коронавирусной инфекции, должны достаточно строго соблюдаться. Мы понимаем, что последние три дня были для нас праздничными днями, когда наступила достаточно хорошая температура, погода, и, соответственно, нам очень хотелось, безусловно, общаться, достаточно четко общаться. Тем не менее, проверки, проведенные в праздничные дни, говорят о том, что количество людей, которые с нарушением находились на тех или иных объектах торговли, общепиток, достаточно большое. В связи с чем сегодня на оперативном штабе у главы республики поставлена жесткая задача еще раз возобновить проверки для того, чтобы не допускать все-таки достаточно серьезного распространения и идти уже на снижение от количества выявленных случаев. В республику на настоящий момент достаточно хорошими динамичными темпами идет вакцинирование населения. Среди субъектов Российской Федерации республика Сахая-Кутя на 6 марта 2021 года занимала 6 место среди других субъектов Российской Федерации. На сегодня у нас уже получили вакцину, поступившую в республике, 95,6% от той вакцины, которая в республику поступила. Сейчас приоритет. Вообще получили первую вакцину 53 457 человек. На настоящий момент приоритет вакцинации отдается лицам старшего пожилого поколения, лицам, которые больны хроническими заболеваниями, для того, чтобы все-таки снижать сам по себе уровень течения у них заболеваний при его возникновении. На настоящий момент в республике работает сниженное достаточно серьезное количество коек и работают порядка 500 коек. В целом по республике мы освободили практически все дополнительные площади, за исключением корпуса в городе Якутске, который принадлежит федеральному университету, где продолжают лечение амбулаторные больные. Постепенно практически все наши медицинские учреждения возвращаются в режим и в скорость оказания плановой помощи проходит профилактика и диспансеризация населения. Уважаемые жители республики Саха и Якутя, впереди школьные каникулы. На них я хочу обратить сегодня особое внимание, потому что тот режим, в котором и то состояние, в котором находились ваши дети в школьных группах и в школьных классах, оно приводило к формированию своего рода коллективного иммунитета. Сейчас, во время школьных каникул, хотим обратить ваше внимание на необходимость нерасширения связи и контактов ребятишек между собой, для того, чтобы непосредственно не затем заново не начинать историю с формированием иммунитета и, соответственно, не давать распространять инфекции.